Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас на нашем вебинаре. Тему вебинара вы видите на экране. Она посвящена учетной политике и изменениям, которые необходимо внести. И введу вебинар я, консультант-аналитик Гартышева. На экране вы видите наши контакты, то есть адрес электронной почты, телефон, телеграм-канал и, собственно, чат, который предназначен для обсуждения разных тем, которые вас заинтересуют. И адрес нашего сайта. То есть на сайте вы можете посмотреть, если по какой-то причине, например, вам не удалось посмотреть полностью вебинар или время оказалось для вас неудобным, вы можете перейти на сайт и посмотреть. Через некоторое время записи вебинаров там выкладываем. Ну и плюс там много дополнительной информации, которая может оказаться вам полезной. Итак, план программы нашего вебинара. Сначала мы поговорим про изменения в бухгалтерском учете и немножко в налоговом по 2022 году. Про изменения в системах налогообложения. Это в первую очередь введение новой системы, автоматизированная, упрощенная система налогообложения. Что нужно изменить в учетной политике. Ну и, соответственно, кроме учетной политики, воинский учет, кадровый учет, какие изменения там нужно внести в настройки. И поговорим про дополнительные сервисы и отчеты. Как будет построен наш вебинар? Поскольку это достаточно много административных изменений, то нормативную информацию мы будем с вами смотреть в слайдах и будем переключаться. Сейчас я переключусь на демо-базу. То есть, соответственно, мы будем переключаться на демо-базу ERP и какие-то моменты будем смотреть уже вживую, так сказать, ручками потрогаем. Теперь я снова возвращаюсь к нашим слайдам. И, собственно, переходим к теме нашей встречи. Итак, то есть налоговая политика, мы должны эти изменения внести до конца года. И что мы должны поменять? То есть, в этом году было введено достаточно много новых в ФСБУ, которые, в общем-то, обязательные или есть в ФСБУ, которые вы можете применять добровольно, поскольку они еще не перешли в разряд обязательных. Ну и, соответственно, нужно внести изменения. Поскольку ФСБУ у нас затрагивает бухгалтерский учет, то в основном это изменения будут касаться бухгалтерского учета. Вы видите на экране слайдик, который показывает, когда в обязательном порядке нужно внести изменения в учетную политику по налоговому учету. То есть это первый случай, если вы решили изменить налоговый режим. В этом случае, если вы применяете АУСН, то есть автоматизированную обращенку, то в этом случае политику придется переделать полностью. Если у вас есть расходы на российское программное обеспечение и вы хотите учитывать их с применением повышающих коэффициентов, или если вы хотите воспользоваться новыми инвестиционными вычетами. В этом случае необходимо поменять налоговую политику и бухгалтерскую соответственно. В остальных случаях налоговую, в общем-то, можно не трогать и можно остановиться на бухгалтерской. Напоминаю, мы сейчас с вами посмотрим на слайдик, а потом перейдем, так сказать, вживую, что учетная политика у нас корректируется через раздел НСИ и администрирование. Дальше мы выбираем юридическое лицо, где мы хотим поменять учетную политику. И переходим на закладочку учетная политика и налоги. И здесь уже, соответственно, вот у нас есть меню, мы заходим по ссылочке, синим шрифтом выделено изменить, и уже корректируем конкретные разделы. Сейчас мы перейдем в саму демо-базу, посмотрим это еще раз уже, так сказать, на живом примере. И переходим в раздел НСИ и администрирование. У нас в демо-базе есть мультифирменный учет, то есть это несколько организаций, если у вас не включен учет по нескольким юрлицам, то у вас, соответственно, будет только одна организация. Вот список моих юридических лиц, я перехожу в Андромеду, ну или, чтобы не закрывать этот слайдик, я могу выбрать и другую организацию, допустим, вот Андромеда сервис. И хочу напомнить еще про одно такое, ну не новшество, особенность именно конфигурации ERP, то есть в бухгалтерской конфигурации, то есть бухгалтерия предприятия у нас для каждой организации своя учетная политика. Здесь мы можем создать одну учетную политику и выбирать ее в разной организации, если, например, у них схожая система налогообложения. Ну и, соответственно, заполняем и сопутствующую информацию, если, например, это новое юрлицо, регистрационные данные. Видите, здесь уже тоже есть предопределенные пункты, в которые нужно внести изменения. То есть информация с регистрационных данных, то есть с этой закладочки у нас отражается в регламентированных формах отчетов, то есть в декларациях, в расчетах и так далее. И, соответственно, попадаем в учетную политику и здесь уже выбираем подразделы, которые нас интересуют, то есть политика финансового, учета бухгалтерского и так далее. Снова возвращаемся к нашим слайдам. Хочу напомнить такой момент, что на самом деле учетную политику можно формировать не только в рамках программы. Достаточно много информационных источников, где есть и конструкторы учетной политики, и типа опросных листов, то есть где надо проставить галочки, то есть чекбоксы. Ну, на самом деле, для того, чтобы у вас в программе все было хорошо и красиво, естественно, нужно настроить и в программе. То есть саму учетную политику как документ вы можете сформировать и через конструктор, но в программе в любом случае нужно внести обязательно изменения. Поменялось у нас в этом году достаточно много всего. Особенно для бухгалтеров был беспокойный год. То есть что у нас произошло, какие изменения, ну, скажем так, наибольшие вопросы вызывали у бухгалтеров в этом году. Ну, первое – это больничные листы и детские пособия. То есть теперь для всех обязательная система – это электронные больничные листки, поскольку с этого года они выпускаются только в электронном виде. До этого такой режим применяли только предприятия, которые расположены были в пилотных регионах, то есть где прямые выплаты применялись уже достаточно давно. С этого года прямые выплаты электронной больничной листки обязательно для всех, то есть применение для всех. То есть поликлиники, медицинские учреждения выпускают листки в электронном виде и, соответственно, передают их и в ФСС, и самим организациям. Был установлен новый МРОД, причем изменялся он в этом году два раза, новые правила зачета налогов и взносов. То есть когда за счет переплаты, например, по каким-то налогам вы можете учесть эту переплату и зачет страховых взносов. Раньше такой возможности не было, можно было только, допустим, федеральные налоги за честь в счет федеральных налогов, то есть МДС в МДС прибыли и так далее. Были приняты новые льготы для общепита, были приняты новые ФСБУ, то есть новый учет, бухучет по основным средствам, по капиталам на основные средства, по налоговому учету у нас были изменения в модернизации. Вот этот раздел тоже вызвал много вопросов у бухгалтеров. Соответственно, изменился бухучет аренды и лизинга и налоговый учет лизинга. То есть это вопросы, которые вызывали больше всего сомнений и недопониманий, но это не все, естественно, изменения, которые были в этом году. Само по себе строение учетной политики не изменяется. То есть так же, как и раньше, можно было делать два отдельных документа, то есть отдельный документ по учетной политике бухгалтерского учета и учетная политика по налоговому учету. Но можно оформить это и единым документом, который будет состоять из двух частей. Ну, соответственно, к учетным политикам, к одному документу или к двум документам в обязательном порядке должны быть дополнительно приложения. То есть это рабочий план счетов, особенно это касается организаций, которые ведут, например, раздельный учет или которые работают по проектам по резидентству, по госзаказам, формы первичных документов, если у вас такие разработаны локальными нормативными актами. И, соответственно, график документа оборота. Обратите внимание, обязательно должны быть прописаны правила проведения инвентаризации и правила определения существенности ошибок. Это то, что, в принципе, обычно всегда требуют аудиторы при аудиторских проверках. Но если вы, точнее, ваше предприятие не попадает под требования об обязательном аудите, то на это надо обратить внимание и не забыть это описать. Чаще всего такие моменты прописываются в самой учетной политике, но можно сделать это и отдельно, как отдельными приложениями к учетной политике. Ну, наверное, все уже знают, все уже слышали в той или иной манере, мере, вернее, извините, интересовались информацией о том, что с 1 января 2023 года будет меняться. Ну, во-первых, это переход на единый налоговый платеж. Соответственно, здесь потребуется и открытие счетов в уполномоченных банках и, соответственно, новые требования к срокам и предоставления отчетности, и к срокам уплаты. Соответственно, налоговая инспекция из одной общей суммы будет делать разноску по конкретным налогам, то есть либо это налоговые обязательства, либо это обязательства во внебюджетные фонды. Ну, также, наверное, все слышали о том, что с нового года пенсионные фонды ФСС объединяются в один общий фонд, и, соответственно, это тоже вызывает достаточно много изменений. Описывать сам процесс единого налогового платежа не требуется. Эти поправки были внесены в налоговый кодекс. А вот если, соответственно, в план счетов вы должны будете внести некоторые изменения, то есть, соответственно, новый субсчет должен быть добавлен к 68-му счету. Для единого налогового платежа это необходимо, потому что иначе у вас не будет общей картинки. Немножко административной информации, то есть сам по себе документ учетная политика необходимо, чтобы был, во-первых, оформлен в бумажном формате, во-вторых, этот документ должен быть утвержден руководителем. Ну и, собственно говоря, есть два способа, как учетную политику можно изменить. Можно просто сделать к ней дополнение и перечислить все изменения, которые вы добавили. Либо можно утвердить новый документ учетная политика в новой редакции и, соответственно, точно так же решением руководителя утвердить этот документ на следующий год. Обычно в какой форме изменять учетную политику решает главбух. Если у вас, например, общий режим и ничего особо не поменялось, то, конечно, проще перечислить вносимые изменения первым способом. Если у вас, например, кардинально меняется учет, то для такого случая удобнее разработать новый документ и утвердить его в обычном порядке. Хочу напомнить, что есть сам приказ об учетной политике и документ учетная политика. То есть приказ мы выпускать обязаны и, соответственно, к нему должен быть дополнительный документ, что этот приказ утверждает конкретно. Обратите внимание на даты. То есть учетная политика должна быть утверждена в текущем году до конца года, то есть до 31 декабря. В этом случае ваша новая учетная политика будет действовать на следующий год. Если вы датируете приказ о утверждении, ну и саму учетную политику уже этим годом, то есть, например, 1 января, то эта учетная политика будет действовать только на следующий год, то есть на 2024 год. Соответственно, в случае каких-то проверок или при проведении аудита вам укажут на такое несоответствие и, соответственно, может возникнуть ошибка, что у вас в этом году не утверждена учетная политика на следующий год. То есть в 2023 год у вас может быть инкриминирован как без учетной политики. В информационных, на разных информационных ресурсах расположены и конструктора учетных политик и небольшие опросники, вот типа, как мы сейчас с вами посмотрим, где надо изменить, то есть внести изменения. Это тоже слайд из конструктора учетной политики, но здесь отмечены те изменения, которые у вас должны быть отражены. То есть этот слайд можно использовать как чекбокс, чтобы проверить себя, все ли вы изменили из разделов, которые требуют корректировки. Сам по себе документ, приказ об учетной политике может быть любой формы. Это может быть на вашем бланке, то есть унифицированного документа нет, он не утвержден. Важно, чтобы был соблюден принцип оформления такого документа, то есть приказ, документ за таким-то номером, от такого-то числа, что конкретно он закрепляет и, соответственно, подписи тех, для кого этот документ выпущен. В обязательном случае главный бухгалтер, руководитель кадровой службы, ну и, соответственно, другие специалисты, которые у вас на предприятии имеются, для которых это как руководящий документ. Итак, перейдем более подробно к изменениям, которые у нас должны быть отражены в учетной политике. На самом деле, самих изменений, в общем-то, много. Это связано с ФСБУ, с новыми формами деклараций, с изменением пособий, МРОТов и так далее. Но вот основные, это, конечно, связано с новыми ФСБУ. ФСБУ-6 это по основным средствам и 26 это по капитальным вложениям. Эти документы у нас обязательно к применению с начала этого года, то есть они должны быть приняты одновременно. Дальше это ФСБУ-27 это по документообороту и 25 по аренде. Почему нужно пересмотреть учетную политику? Потому что в прошлом году это был переходный период, когда был обязательный переход на применение этих ФСБУ. И в этом случае предусматривалась возможность применения переходного периода, когда, соответственно, требовались некоторые административные действия, например, по инвентаризации основных средств, по переоценке и так далее. Соответственно, в учетной политике на следующий год эти положения уже должны быть убраны, поскольку они уже не применяются. На это обязательно обратите, пожалуйста, внимание. Еще один момент. Это ФСБУ-25. То есть в этот документ были внесены поправки. Поправки эти касались состава арендных платежей, что с 2023 года формируются только с исключением сумм НДС. То есть это оговорка про иные возмещаемые суммы, которые не должны входить в арендные платежи. Эта оговорка исключена. В соответствии с новой редакцией, пункт 6 этого ФСБУ, если арендованный объект попадает в те, по которым арендатор выполняет переоценку, арендатор может выбирать. Раньше было жестко, что право выбора не предоставлялось. Сейчас можно выбрать проводить переоценку права пользования активом ППА или не делать такую переоценку. Это правило нужно отразить и в учетной политике. Если у вас есть или планируются операции по финансовой аренде, то есть по лизингу. Если у вас только операции обычной аренды, операционной, то дополнения в учетную политику не обязательно, они не потребуются. Новые переходные положения в учетную политику потребуются тем, кто решил с 2023 года, то есть досрочно, начать применять новый ФСБУ по нематериальным активам. Если вы решили применять его досрочно, то в учетной политике нужно предусмотреть способ такого перехода, ретроспективный или альтернативный. Еще немножко нормативной информации. Если при наличии нематериальных активов, если у вас есть нематериальные активы, то в учетной политике обязательно следует указать, во-первых, классификацию по видам и группам нематериальных активов. Во-вторых, способы оценки нематериального актива для каждой из групп и порядок проверки на обесценение актива. Ну, соответственно, порядок начисления амортизации, момент начала и прекращения начисления амортизации, способы ее начисления, ну и формулу расчета, если вы выбрали способ уменьшаемого остатка. Порядок начисления амортизации, напомню, про даты, то есть он может применяться с момента приема или со следующего месяца после ввода в эксплуатацию. Ну, все, наверное, слышали тоже информацию о том, что у нас произойдет с 2023 года объединение ПФР и ФСС. То есть, соответственно, страховые взносы на пенсионное, медицинское страхование будут уплачиваться с единой базы по единому тарифу и отпадет необходимость сделать платежки в разные фонды. Соответственно, для отражения начислений по совокупному тарифу мы должны добавить дополнительные субсчета к счету 69, ну, например, 69,4. Это для примера, то есть вы можете свой субсчет использовать, здесь нет жесткой регулировки, но, тем не менее, субсчет необходимо добавить. Старые счета закрывать не нужно, то есть не нужно никуда переносить остатки, просто дополняйте новым субсчетом и работайте дальше, потому что может потребоваться какие-то сверки, у вас могут происходить налоговые проверки, то есть информация по применяющимся в этом году субсчетам в этом случае вам обязательно понадобится. Если говорить о ФСБУ-26-20 в разрезе нематериальных активов, то это ФСБУ нужно будет применять к приобретенным или созданным объектам нематериальных активов, ну, а также к работам по их улучшению. Для этого в части учетной политики следует указать их порядок, то есть определение первоначальной стоимости нематериального актива, а также справедливой балансовой стоимости. Сюда входят и случаи, если приобретается со скидками в рассрочку при оплате неденежными средствами, например, векселями, ценными бумагами и так далее, ну, или если они были получены безвозмездно. И расчета стоимости продукции, вторичного сырья и других материальных ценностей, которые компания намерена продать или иным способом использовать, то есть если эти продукции и материалы были получены в ходе осуществления капитальных вложений в нематериальные активы, а также стоимость материальных ценностей, оставшихся неиспользованными при осуществлении капв вложений и материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности. Обратите внимание на эти пункты, потому что ФСБУ-26 у нас касается не только основных средств, ну и, соответственно, нематериальных активов. Нужно помнить про электронный документ оборот. С 23 года, с марта 23 года, вводятся цифровые формы и форматы документов, которые связаны с организацией грузоперевозок. В этом случае обмениваться с контрагентами можно электронными документами, например, договор фрахтования, заказ грузоотправителя, заявка на перевозку, путевой лист. Если у вас присутствуют какие-либо формы бизнеса, которые связаны с грузоперевозками, то вам нужно перевести в цифровой вид и, соответственно, внести эти изменения в учетную политику. Еще один момент, который тоже у нас возник в этом году, это мобилизационные действия, то есть это воинский учет. Соответственно, если раньше на воинский учет смотрели сквозь пальцы, некоторые предприятия вообще его не вели, поскольку, собственно, ни штрафных санкций за это не предусматривалось, ни особо военкомата не беспокоили, то в этом году ситуация изменилась. Соответственно, возникло много вопросов, как это отразить в 1С, например, в конфигурации, какие отчеты и кто должен сдавать, и в какие сроки. И когда наши информационные порталы разместили информацию, что напоминаем, напоминаем, до 1 ноября вы должны сдать отчетность в военкоматы, то у многих организаций переключилась паника, потому что воинский учет не вернулся. Соответственно, для того, чтобы ввести эти изменения в программу, в ERP необходимо было активировать некоторые блоки. То есть, если, например, в бухгалтерии мы при открытии конфигурации сразу видим весь свой функционал, который используется, то в ERP достаточно много блоков, которые надо дополнительно активировать через раздел МЦИ и администрирование. И только после того, как проставлены чекбоксы, то есть галочки о том, что этот раздел будет у вас появляется возможность использовать функционал этого подпункта. Сейчас мы с вами посмотрим слайдик, а потом снова переключимся на демо-базу и посмотрим, как нам кадровый учет тоже привести в соответствие. Находится у нас раздел по воинскому учету в разделе МЦИ и администрирование в разделе кадровый учет. И здесь у нас есть целый блок касается воинского учета, где нужно проставить вот такие флажочки чекбоксы. И, соответственно, сейчас мы с вами снова перейдем в демо-базу и посмотрим. То есть вот наш раздел МЦИ и администрирование, вот наш блок кадры и видите, сейчас мы дойдем, вот он воинский учет. Ну, первое, это мы ставим флажок воинский учет. В этом случае у нас активируется блок работы с воинским учетом, то есть в документах, по которым учетам появляются дополнительные поля для заполнения. И обратите внимание, ведется учет бронирования граждан на период мобилизации и на военное время. То есть это не просто воинский учет, это еще и бронирование. Как только вы поставите вот эту вот галочку, этот чекбокс, то, соответственно, ваше предприятие должно будет задавать не одну форму в военкомат, а еще дополнительно две формы. То есть когда у нас есть отметочка про воинский учет, мы должны подавать в военкомат форму 18. Должные даты, когда должна подаваться такая отчетность, нету. Так же, как не имеется конкретных образцов, бланков, для того, чтобы необходимо связаться с вашим региональным военкоматом и выяснить, у них имеются ли у них какие-то свои собственные разработанные бланки, или вы можете сдавать это на общепринятых. Такая информация может размещаться еще и на... Уважаемые коллеги, прошу прощения, если не трудно, отключите микрофон, потому что мне вас слышно, а себя нет. Значит, уточняется информация о формах и о конкретных сроках через сайты ваших региональных органов власти. Но обычное требование, что это должно быть сдано до конца года, ну вот в конкретном случае в этом году нужно было сдать в течение ноября месяца. Как только вы поставили флажок, ведется учет бронирования, вам добавились еще две формы, это форма 6 и форма 19. Соответственно, если у вас есть какие-то экзотические сотрудники, то есть которые были, например, относились к летному составу, плавсоставу, то в этих вот окошечках тоже нужно сделать отметочку. И если вы будете вести учет по специальностям сотрудников, то здесь нужно будет тоже проставить флажок. А теперь, если мы отсюда с вами выйдем и перейдем, сейчас один момент, и перейдем уже, я закрою этот разделчик, и мы перейдем в раздел кадры. То есть здесь, обратите внимание, есть раздел воинский учет. То есть, соответственно, листки сообщений об изменениях, то есть это первичные документы, если у кого-то из ваших сотрудников что-то изменялось, вы должны эту информацию подавать в военкомат. То есть вы, соответственно, подаете сведения и о сотрудниках, которым от 15 до 16 лет, и с 16 лет, и о тех, которые должны быть поставлены на воинский учет. То есть программа заполнит автоматически эти листки. Вы выбираете конкретного сотрудника и заполняете сведения. То есть программа заполнит те сведения, которые вы про него можете внести. Теперь еще один момент. У нас есть, это мы заполним, пока, если это нам не нужно. Опять же, в разделе кадры у вас есть кадровые отчеты. И в кадровых отчетах есть отчетные формы, которые предоставляются. Сейчас запустится программа, к сожалению, не так быстро на этом разделе. Собственно, образцы документов, которые вы должны предоставлять в военкомат. Соответственно, в учетной политике обязательно должна быть отметка о том, что у вас ведется воинский учет и ведется или не ведется бронирование согласно вот этих новых положений. То есть все наши мобилизационные мероприятия, это, в принципе, ну, скажем так, как репетиция для мобилизационной информации, для предоставления мобилизационной информации и так далее. То есть, видите, здесь тоже есть целый блок отчетность для военкоматов. Вот она, наша карточка 18. Но практически в ней ничего не менялось, так что вы можете указать, что вы используете вот эту карточку. Если у вас, ваша региональная власть не вводили и не утверждали какую-то специальную форму бланков. Ну, то есть практически информация для военкомата общая. И в случае, если вы проставили флажок по бронированию, то, соответственно, появляется еще раздел отчетность для бронирования. Снова вернемся к нашим слайдам. И хочу показать вам еще один слайдик. Это, собственно говоря, где получить документы по воинскому учету. То есть это, как видите, сведения по организации, где мы с вами заполняли закладочку учетной политикой налоги. Следующая закладочка у нас здесь – зарплата и кадры. И, соответственно, есть раздел «Воинский учет». Снова возвращаемся в нашу демку. Так, это нам не нужно. Извините, промахнулась. Организация. Ну, пусть будет следующая, чтобы зрительно было лучше восприятие. То есть закладочка «Учетная политика». Здесь мы вносим все изменения, которые требуются в этом году. А вот на закладочке «Зарплата и кадры» мы с вами идем в «Воинский учет» и нажимаем ссылку «Изменить». В этом случае у вас появляется вот такое диалоговое окно. И из программы вы можете распечатать. То есть вы должны задать год, естественно, какой. Ну, предполагается, что у нас будет 23-й год. И приказ об организации воинского учета – это уже стандартный документ унифицированный, который, в принципе, можно распечатать и приложить к учетной политике или использовать как самостоятельный документ. И еще один документ, который мы отсюда можем осуществить – это план работы по осуществлению воинского учета. То есть, в принципе, этих документов достаточно для того, чтобы при случае, при необходимости продемонстрировать, что воинский учет у вас ведется, вы законопослушные юридические лица, и претензий к вам никаких не должно возникнуть. То есть и в учетную политику внесли изменения, и в воинский учет ни о чем не забыли. Снова вернемся к нашим слайдам и поговорим вот о чем. То есть, соответственно, поскольку внесено много изменений, то были изменения и в штрафах. Но поскольку фонды у нас с Нового года сливаются, то, соответственно, и штрафы немножко претерпели изменения. То есть это будут отчеты в объединенный фонд. И обратите внимание, за предоставление недостоверных сведений о работниках, ну, то есть, может быть, вы ошиблись в номере СНИЛС или еще что-то, и не увидели это сразу. То есть в этом случае будет трактоваться как предоставление недостоверных сведений. И штраф составляет 500 рублей за каждого работника. То есть это не изменилось. 500 рублей было в этом году, и 500 рублей останется на следующий год. А вот штрафы, если у вас какие-то... выставлены вам какие-то штрафы, то в течение 10 календарных дней после получения требования от ПФР об уплате штрафа вы должны были в этом году этот штраф погасить. В следующем году срок увеличен, и это будет составлять 20 календарных дней в случае получения требования от Единого объединенного фонда об уплате штрафа. И еще одна, ну, в этом случае это приятная плюшечка, что снижение штрафа раньше, если выставлено требование, уже не предусматривалось. То есть можно было только оспорить или попытаться доказать, что это у вас первый раз, что вы больше никогда в жизни не имеете. Только на этапе, когда вы получили еще решение о привлечении к ответственности, не конкретное требование. А вот здесь в следующем году у нас будет действовать принцип как с ГАИ. То есть если вы оплачиваете штрафные санкции в установленный срок, то есть в течение вот этих 20 календарных дней, то он у вас снижается на 50%, то есть вы платите половину штрафа. И, соответственно, если вы подаете какие-то уточненки, ну, то есть уточненный расчет или что-то корректирующее, то, соответственно, в течение, если вы успели подать эти сведения исправления в течение пяти рабочих дней, то у вас не будет зафиксировано нарушение. Ну, естественно, будет точно так же, если это ваша бухгалтерия самостоятельно подает корректировку и вы не нарветесь на штрафные санкции. Единственная тонкость, надо ее учитывать, что если вы самостоятельно обнаружили ошибку и требуется подать уточненный расчет, то в этом случае нужно сначала оплатить недоимку, а потом подать расчет. Еще один момент – это сроки, когда вы должны предоставить в военкоматы отчетность. То есть мы с вами говорили про военкоматы, по штрафам это касается не только военкоматовских документов, а вот теперь какие отчеты и когда. То есть при приеме на работу вы должны у сотрудников мужчин в обязательном порядке требовать предоставления военских документов. В этом случае вы должны подать сведения об приеме на работу или о увольнении сотрудника в двухнедельный срок. То есть, например, если вы приняли на работу, то с даты приема на работу. Обратите внимание, здесь получается еще один катаклизм, так сказать, для кадровых работников. То есть несмотря на то, что с объединением фондов отчетность стала как бы вроде меньше, то есть отменяется СЗВ, СЗВТД, то есть в этом случае будет предоставляться один отчет фонд, а не в разные фонды. Тем не менее, эти отчеты должны предоставляться в разные сроки и, соответственно, при приеме на работу кадровая служба должна предоставить отчет в объединенный фонд на следующий день после приема, в военкомат в двухнедельный срок с даты приема на работу. Ну и сведения о стаже и так далее тоже требуются подавать в определенный срок после приема или увольнения сотрудника. То есть, соответственно, отчет стал один, но предоставлять его надо несколько раз, в несколько, так сказать, этапов. И кроме того, что этот отчет в общие фонды один, то есть еще не забывайте про военкоматы. Еще раз вернемся в демо-базу и посмотрим, вот какой момент. Это мы закроем, это нам сейчас не потребуется. Учетная политика и налоги. Значит, соответственно, если вы решили изменять систему налогообложения, то вы здесь по ссылочке переходите и выбираете ту систему налогообложения, которая у вас сейчас существует. Ну, которую вы, вернее, хотите применять на следующий год. Хочу напомнить, что у нас есть несколько систем, которые, в принципе, не сильно менялись. Ну, например, общая система налогообложения. Есть автоматизированная система, автоматизированная упрощенка, которая абсолютно новая. То есть, соответственно, в этом случае какие изменения мы в учетную политику должны внести. Финансовый учет здесь просто нужно просмотреть, все ли соответствует вашим реалиям. Обратите внимание вот на этот флажок. То есть, это краткосрочные, долгосрочные активы и обязательства. То есть, это, соответственно, такие балансы разные. И вот здесь вот нужно оставить флажок, что ПБУ-6. Внеоборотные активы, как вы учитываете. По ПБУ-6 и, соответственно, 2014-2007 или по МСФО. Учет аренды, то есть это наша 25 ФСБУ. Учет, например, дисконтированной кредиторской задолженности. В этом случае ставки должны быть. И указать выбор, который касается статьи списания процентных расходов. То есть, это то, что касалось у нас с вами финансового учетной политики по финансовому учету. А вот так сейчас подкрываем лишнее. И учетная политика по бухгалтерскому учету. Здесь хотел обратить ваше внимание на один момент. То есть, те организации, которые применяют 18 ФСБУ, проверьте, какой метод вы применяете. То есть, у нас есть балансовый метод. Это как бы один из последних. И вариации с отражением постоянных и временных разниц. Если вы затрудняетесь, какой способ вам подходит. Здесь есть контекстная справка. То есть, вот такие синим шрифтом выделены вопросики. Это контекстная справка по конкретному разделу. И можно перейти поподробнее, посмотреть, что же это такое было. То есть, вы попадаете на сайт 1С. И здесь достаточно много разной информации. К сожалению, она рассчитана немножко на более общий формат. Не для бухгалтеров и узких специалистов, а на более широкую публику. Мы снова с вами перешли в демо-базу. И, собственно говоря, здесь нас интересует в учетной политике именно раздел бухгалтерского учета и настройки, которые касаются прибыли и НДС. То есть, если настройки учета на прибыль у нас, в общем-то, не такие сложные, если с 18 ФСБУ мы разобрались, то расчет учета по налогу на прибыль здесь достаточно несложный. То есть, тут у нас отражаются ставки, которые применительно к вашей организации. И если у вас есть обособленное подразделение, обратите внимание вот на эту отметочку. То есть, если у вас обособленное подразделение, имеют какие-то особенности, это у нас налог на прибыль. То, что требуется сделать, это по необоротным активам и лизингу. То есть, включать или не включать в расход арендные платежи. Метод начисления, ну, соответственно, чаще всего у нас линейный присутствует. Это во всех учетных политиках и раньше, и сейчас. То есть, просмотреть, какие настройки у вас есть здесь. И все ли осталось без изменений. Вы можете просмотреть, когда у вас были предыдущие изменения. Ну, и, соответственно, сделать текущим периодом, чтобы у вас было с нужной датой. По учету НДС, что нам нужно здесь, на что обратить внимание. Ну, общие настройки освобождена, не освобождена. Оказываете ли вы услуги на территории РФ или и вне территории РФ. Ну, и необходим ли вам раздельный учет. Обычно раздельный учет – это наиболее такая болезненная тема по НДС. Потому что, если вы ведете раздельный учет, то требуется продумать, каким образом у вас будет организован. Либо нужно использовать дополнительные субсчета, либо каким-то другим образом вы решили проблему. Используете ли вы 5-процентный порог, если у вас другие виды деятельности, кроме основного, который, например, не облагается НДС. Закрываем этот раздел и переходим к налогу на имущество. Здесь у нас ничего не изменилось, поэтому мы можем не затрагивать этот налог. Итак, мы с вами посмотрели основные настройки, которые нам требуются ввести в учетных политиках. И если требуется, мы можем эти настройки скопировать для другой организации. Вернемся снова к нашим слайдам. И хочу напомнить еще про один неприятный момент, который у нас был практически даже не в этом году. Это было в прошлом году было принято. Принят документ, федеральный закон 374. Он определяет, когда налоговые органы могут признать отчетность непредоставленной. То есть это, в принципе, не совсем по теме нашей сегодняшней лекции, но это, на самом деле, раздел, с которым столкнулся в той или иной мере практически каждый бухгалтер, каждое предприятие. Касается этот раздел работы с электронными подписями и со сведениями о дисквалифицированных лицах и так далее. То есть любая ваша отчетность, которую вы предоставляете в налоговые органы, например, если вы работаете через оператора связи, то есть, например, через ТКС, вы все сдали вовремя, отправили, получили подтверждение, что принято в работу. Но через какое-то время получаете требования от налоговых органов о том, что отчетность считается непредоставленной, ну, соответственно, со всеми вытекающими штрафными санкциями, блокировками и так далее. Связано это с тем, что подписи вот с этого года у нас оформляет только налоговая инспекция, квалифицированная электронная подпись. И если ваша декларация предоставлена неуполномоченным лицом, подписана неуполномоченным лицом, то, соответственно, вам пришлют вот такое уведомление. Если лицо, которое подписало отчетность, например, было дисквалифицировано, и на момент подписания отчетности дисквалификация была еще не аннулирована. Если подписаны документы умершим лицом, ну, то есть, это понятно, что в этом случае это откровенное мошенничество. Если внесены записи в ЕГРЮ о недостоверности сведений у руководителя, вот на это обратите, пожалуйста, особое внимание, потому что это самая, наверное, часто встречающаяся ситуация. То есть, например, ваш руководитель поменял паспорт, ну, например, по возрасту или в связи с заключением брака. В этом случае в ЕГРЮ необходимо сразу внести изменения, то есть, чтобы кадровые службы отслеживали не только воинский учет, но и актуальность сведений о руководителе, которые размещены в ЕГРЮ, в ЕГРИП и так далее. Потому что вот при использовании вот этого вот документа налоговики абсолютно честно предоставляют уведомления о том, что ваша организация, что ваша отчетность считается непредоставленной. У них есть четкие сроки, что они должны в течение пяти дней прислать вам уведомления, а у вас есть 10 дней на то, чтобы ответить на эти требования. Но нет жестких сроков, когда должна быть проведена камеральная проверка. То есть налоговые органы проводят камеральную проверку и в случае обнаружения нарушений в пятидневный срок должны вам предоставить уведомления. А вот когда начнется эта камеральная проверка, через пять дней после подачи отчетности, через 10, через две недели, вот этот срок не установлен. То есть до тех пор, пока у вас не будет статуса на документе, что она принята, вы расслабляться не можете, потому что в любой момент может потребоваться предоставить сведения или какие-то пояснения. Ну, то есть устранить ситуацию. Теперь еще раз мы с вами перейдем в демо-базу и посмотрим, вот какой момент. Поскольку у нас в этом году достаточно много электронных документов, отчетов и так далее, то есть электронный документ оборот достаточно сильно активизировался, вошел в силу, то становится очень актуальным вопрос по информационному обмену. Значит, у нас в разделе регламентированный учет есть раздел 1С отчетность. То есть, например, ту же учетную политику можно по нему отправлять. Но самое основное – это возможность оперативно работать с налоговыми органами, с фискальными органами, ну, то есть со всеми. И раздел 1С отчетность – это и наименование раздела, и наименование сервиса. То есть 1С отчетность – это возможность работать напрямую с контролирующими органами без операторов. То есть в обычном порядке мы формируем документ, выгружаем его в какой-то промежуточный файл и пересылаем оператору ТКС, например. А уже оператор ТКС отправляет их в налоговые органы. То есть мы на этом теряем 1-2 дня. Соответственно, и если приходят какие-то требования от налоговых органов или от фондов, то опять же 1-2 дня теряется на электронный обмен. Поэтому очень актуально становится вот какой момент. Как вы видите, здесь есть, вот если мы перейдем в регламентированные отчеты, то мы попадем с вами в журнал поданных отчетных форм. А вот эти дополнительные пункты – это, можно сказать, сервис, который помогает работе с контролирующими органами. И здесь у нас есть раздел «Личные кабинеты». Соответственно, если мы переходим в раздел «Личные кабинеты», мы можем перейти, вот как я показывала отдельно, а можем перейти напрямую из журнала. То есть там будут эти… Сейчас я сделаю таким образом переход. То есть мы из регламентированного отчета переходили в личные кабинеты отсюда. Можем переходить из самого журнала. Он у нас в этом случае, видите, имеет вот такую линейку пиктограмм, где сервисные функции перенесены. То есть можем перейти вот здесь, в личные кабинеты. И, соответственно, вот информация по поводу работы напрямую с налоговыми органами у вас можно посмотреть через ссылочку, то есть через рекламную ссылку по 1С-отчетности. Для подписчиков ИТС-ПРОФ для одного юрлица это бесплатно. Для подписчиков ИТС-Техно это платно, но стоимость достаточно низкая, то есть, например, порядка 3 800 за год. А почему про личные кабинеты я заговорила, потому что, как вы видите, например, с ФСС есть личный кабинет по организации, есть личный кабинет по работе с электронными листками нетрудоспособности. И то же самое, например, статистика, маркированные товары, природный взор. Ну, то есть настроить работу с личным кабинетом очень несложно, но зато вы всегда в этом случае будете видеть актуальную информацию и актуальные данные о том, что, например, ваша отчетность не принята. Переходить в личный кабинет можно и через запись госуслуг, и, ну, соответственно, вот через электронные подписи, токены и так далее. То есть это очень ускоряет обмен информацией, и, например, в случае, если ваша отчетность не принята, то экономит вам один-два дня, которые при текущих сроках достаточно актуальны. Еще один момент хочу обратить ваше внимание на статистику. Поскольку с этого года статистика начала штрафовать за несвоевременное предоставление информации или за неданную отчетность, и штрафы достаточно большие, то есть за первый случай от 70 до 100 тысяч, и за повторный до 150, то обратите внимание на работу со статистикой. То есть если вы делаете личный кабинет статистики, вы всегда сможете видеть и актуальную информацию, и, соответственно, проверить, какие формы отчетов вы должны сдавать, потому что, может, ваше предприятие попало под какую-то выборку. Итак, если немножко резюмировать, мы снова вернемся к нашим слайдам, и снова вернемся в самое начало для того, чтобы повторить, что требуется изменить в налоговой политике, если мы меняем и налоговую политику, и бухгалтерскую учетную политику. Соответственно, если у вас не было вот таких вот фактов, то вы можете поменять только бухгалтерскую учетную политику, и в обязательном порядке вы должны ее подать и утвердить до конца этого года. Ну, еще раз хочу вернуться к титульному листу наших слайдов и, собственно, обратить ваше внимание на контакты, и на телеграм-канал, и на чат телеграм, и, собственно, на адрес сайта. Мы будем очень рады оказаться вам полезными при любых вопросах, которые у вас возникнут. Вы можете задать их письменно, в телеграме, ну, то есть любым удобным для вас способом. В этом случае у нас будет больше времени для ответа и уже для конкретного ответа касательно именно вашей ситуации. Ну, и, соответственно, мы будем рады предложить вам свои услуги, весь спектр услуг касательно семейства 1С – это и продажи, и установка, и разработка, и обучение, ну, то есть любые услуги, которые касаются программного обеспечения семейства 1С. На этом компания Кодерлайн прощается с вами. Всего вам доброго, хорошего дня. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...